Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! В свои почти 40 лет Шерон Блейкмар весит чуть больше 70 килограммов и чувствует себя великолепно. Она ведет активный образ жизни, правильно питается и занимается различными видами спорта. Но так было не всегда. Был период в жизни Шерон, когда найти в магазине одежду подходящего размера была настоящей проблемой. Лишний вес буквально преследовал ее с раннего детства. Шерон очень много кушала и от этого лишние килограммы появлялись почти ежедневно. Доходило до того, что девушка за один день могла съесть два полноценных торта. В школе Шерон постоянно задевали и даже иногда путали с мальчиком. Она постоянно носила огромные мужские футболки и рубашки, так как на нее одежды в обычных магазинах не было. Одевалась она в основном в мужских спортивных магазинчиках. Родители Шерон, конечно же, пытались повлиять на дочь, но все попытки были безуспешными. Мама Шерон работала медсестрой и старалась приучить дочь к правильному питанию. Но Шерон постоянно кушала вредную еду, пока никто не видит. Она пачками впихивала в себя чипсы, снеки, печенье и еще всякую гадость. Дошло до того, что ее вес перевалил за отметку 240 килограммов, а размер одежды за 8ХЛ. Но в 2011 году жизнь Шерон Блейкмар кардинально изменилась. В январе 2011 года в семье Шерон наступила черная полоса. Умерла ее мама от страшной болезни. Рак желудка буквально за считанные месяцы превратил веселую и жизнерадостную женщину в настоящее привидение. Но буквально перед смертью мать Шерон взяла с дочери обещание, что она возьмет себя в руки и изменит жизнь. Мама очень переживала за свою дочь, у которой были уже дети, поскольку ее лишний вес уже был критическим. А ведь из-за него может появиться рак. Женщина на смертном одре умоляла свою дочь начать правильно питаться и заниматься спортом. И если не для себя, то сделать это ради своих будущих детей. Шерон не смогла отказать умирающей матери и пообещала, что изменит свою жизнь. И почти сразу после смерти самого родного человека взялась за свое питание. Было трудно, но она знала, ради чего все это. Спустя полтора года после смерти матери заболел и отец Шерон. Мужчину тоже поразил рак и ему оставалось совсем мало. Будучи уже почти при смерти отец напомнил Шерон про обещание, которое она дала матери и попросил дочь дать такое же обещание и ему. Шерон к тому времени уже добилась кое-каких результатов и смогла похудеть. Но отец хотел, чтобы она продолжала. Еще столько работы было впереди. Поначалу Шерон в основном худела из-за сильного эмоционального потрясения. Потерять за полтора года и мать отца – это очень огромный стресс. И вместе с переживаниями уходили и лишние килограммы. Спустя год после смерти отца Шерон весила уже не 240, а вдвое меньше – 120 килограммов. Тогда же Шерон вышла замуж за Йенца – отца своих двух детей. Тогда, в период постоянных семейных хлопот, Шерон немного отошла от своего плана похудения и долгое время ее вес оставался то 120 килограммов, то немного больше. Но Шерон помнила обещание, которое дала своим родителям и спустя несколько лет решила, что пора снова вести уверенную борьбу с лишним весом. На этот раз Шерон более серьезно подошла к вопросу и еще с большим энтузиазмом взялась за свое тело. Сейчас Шерон – активная мама. Она много занимается спортом, ходит в спортзал три раза в неделю, занимается танцами. Кушает теперь Шерон только здоровую еду собственного приготовления. Никаких вредных снеков и чипсов. Благодаря таким усиленным занятиям Шерон смогла похудеть еще на почти 50 килограммов и сейчас ее идеальный вес – 75. Врачи говорят, что она может сбросить еще, если решится на операцию по удалению отвисшей кожи. Но Шерон не спешит, не хочет тратить деньги и ее вполне устраивает то, как она выглядит сейчас. Сейчас, когда Шерон смогла похудеть и привести в порядок свое тело, она решила отметить свои достижения татуировкой. Женщина сделала большое тату на ноге. Она и раньше мечтала о татуировке, но из-за лишнего веса мастера ей отказывали. Шерон счастлива, что смогла исполнить последнее желание своих родителей. Она не сдалась и добилась огромных результатов на этом нелегком пути. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно, странички в Инстаграм и Фейсбук, ссылки в описании.